Беда может прийти, откуда не ждешь, заявил в ходе переговоров Олег Бетин. Поэтому каждая служба и каждое учреждение должны быть всегда и во все оружие. Опасность возрастает накануне выборов, ведь каждый участок – это большое скопление людей. Поэтому необходимо создать безопасные условия. 13 марта – это не только выборы. Всегда, вы помните, в советское время выборы – это праздник для людей, потому что в этот момент они идут не только бросать бюллетени, то есть они, в общем-то, голосуют, наверное, за изменения в своей жизни. Изменения, скорее всего, в лучшую сторону должны происходить. И, соответственно, людям должен быть обеспечен праздник, и все препоны, которые могут возникнуть в плане правонарушений, в плане, не дай бог, какой-либо антитеррористической угрозы, должны быть устранены. Городские службы отчитались по готовности к выборам. В Уварове и районе около 40 участков, которые на сегодня обследованы. Городские пункты оборудованы противопожарной и системой видеонаблюдения. Хуже в этом плане обстоят дела на селе. Помимо противопожарной и антитеррористической безопасности, избирательные участки должны быть обеспечены освещением и отоплением. Это поручение дано сетевой компании. Глава города распорядился взять на особый контроль городские гостиницы. Здесь обязательное соблюдение паспортного режима. Управляющим компаниям дано поручение проверить общежитие, в частности, прописку каждого гражданина. Домкомы и уличкомы должны сотрудничать с администрацией в плане информации о квартиросъемщиках и новых жильцах. Подвалы, подсобки, разрушенные здания также должны быть взяты на контроль. При этом необходимо обеспечить допуск сотрудников управляющих компаний. На селекторе говорили об антитеррористической защищенности транспортных узлов. Администрация города проводила работу по поводу нашей автостанции для того, чтобы обеспечить отправление автобусных сообщений межгорода и в том числе по Москве именно со станции. На сегодняшний день у нас было два предпринимателя. Насколько я знаю, один договор заключил, отправляет со станции. Вот нужно, чтобы органы внутренних дел совместно с ГИБДД запретили посадки и стоянки вне станции. Во время видеомоста губернатор области коснулся проблемы таксомоторных перевозок. И мы пытаемся навести работу не из-за того, что нам не нужны эти перевозчики. Нам нужно знать, кто под этими шашечками проводит свои мероприятия. Потому что сейчас уже по оперативной информации, которую дали, террористы приезжали на машинах с дипломатическими номерами. Дании. Номера подделаны. И когда показывают, что шашечки снимаются, а потом, извините, убираются, это ненормально. Именно поэтому необходимо знать точное количество водителей такси, какая организация и кто ее владелец. Светлана Даровских, Варвара Павлова, НашГород. Продолжение следует... Продолжение следует...